Ребят, всем здравствуйте! Доброго времени суток! Как ваши дела? Как ваше настроение? Надеюсь, у вас все хорошо. Ну что ж, поговорим сегодня о покорителях Таиланда. Сколько всего интересного мы увидели за сколько? За три дня! Какие красоты! Какие острова! Ну, просто глаз не оторвать! Знаете, поехали они в Таиланд, но ничего не изменилось. Изменилось местоположение, а образ жизни их совершенно не изменился. Ничего людям не интересно. Как и прошлые поездки, все одно и то же. Мы только видим. Проснулись, поели, пошли в магазин или в кафе, поели, пришли домой, поели, легли отдохнули. Вечером опять пошли на рынок поесть. Неужели для этого нужно было ехать в Таиланд? Мне это не понять. Знаете, люди, когда едут, еще собираясь дома, уже в предвкушении, что они посмотрят что-то новое, посетят какие-то места, какие-то экскурсии, поедут на острова. Но пиратам совершенно ничего не интересно. Если ей об этом пишут, она говорит, или сбрасываете деньги, и я вам покажу что-то, или покупаете билет, и можете ехать и смотреть все, что вам угодно. А мы все видели, нам не интересно. Кроме еды, им совершенно ничего не интересно. Знаете, как дома они, из дома в магазин, через KFC, в SPAR был только заход через KFC. Также и здесь. Поели, поспали, пошли на рынок, пошли в супермаркет. На этом все заканчивается. Но я не теряю надежды увидеть острова. Я, как нищеброд, не могу себе позволить путевку в Таиланд. Вот сижу, жду, когда Нина мне покажет все красоты Таиланда. Так же, как и дома, Нина ведет борьбу с хейтерами. Сказала, чтобы все лопнули от зависти. Нин, но ты же отдыхаешь. Романтика, путешествие. Зачем тебе опять очередная война с хейтерами? Что ты всем доказываешь? То ты доказываешь, что ты можешь себе позволить ездить по несколько год в эти бестолковые совершенно поездки. То, что ты можешь купить себе машину, на которой вы совершенно не ездите. Вы продолжаете передвигаться на такси или пешком. Потому что Вову за руль усадить – это огромная сложность. Кстати, мне писали девчонки. Я стрим их не смотрела. Вообще их стримы я не люблю. Они написали, что Вова сказал, что у нас в России оказываются левосторонние движения. Кто ему выдал права? Знаете, если бы это сказала Нина, я бы слова не сказала. Но этот человек сдал на права и не знает, какое правое или левое движение у него в стране. Он обиделся, психовал, сказала, чтобы Нина всех удаляла, банила. Не знаю, дальше мне не написали, что там происходило. Так что сказать не могу. Некоторые защитники пишут у меня на канале, как и на Ютьюбе, так и на Дзене, что вы им завидуете. Ребят, я не знаю, насколько нужно плохо жить, чтобы завидовать пиратам. Нет ни любви, ни уважения, ни интересов. Ничего совершенно нет. Сегодня видео Нина, или вчерашнее это было видео, ну не знаю, я его сегодня смотрела, где Нина распаковку делала покупок, да, открывала дверь, она там хотела коврик постелить, но там дверь мешала, она открывала и дверь начала пищать. Она её плохо прикрыла. И Вова с такой ненавистью, сказала ей, скотина. За что? Просто ни за что. Настолько у человека негативные отношения, настолько она его раздражает. Нина, да что же ты себя не уважаешь? Неужели тебе нужен рядом этот Альфонс? Это же не мужчина. Не заработать денег. Не что-то сделать. Я не понимаю, для чего он нужен. Я понимаю, она говорит, что я не могу находиться одна. Она многократно это сама говорила. Она сама его выгоняла и сама его обратно звала. Но знаете, я даже больше в этой ситуации уважаю Инну Судакову. Она живёт одна, но не хочет вот такого рядом с собой Альфонса. Да, возможно, она не может кого-то найти. Но и рядом с таким, это то же самое, что ты живёшь одна. Никакой помощи. Только один негатив. Вова самый главный хейтер Нины. И как бы Нина не ублажала его подарками, путешествиями, она же даже себе не покупает. Но Вова покупает тридцать первую пару обуви, тридцать вторую куртку. Себе она покупает что-то одно и то по необходимости, когда что-то порвётся. Вова постоянно её тащит в магазин, чтобы что-то купить. Но если Нина купит что-то себе, а Вове нет, это же целая истерика. Знаете, когда разбалованный ребёнок маленький падает на пол, стучит ногами и требует новую игрушку. Вот то же самое и Вова делает с ней. И знаете, мне кажется, она даже лишний раз и боится что-то себе, наверное, купить, чтобы эту истерику Вовину не слушать. Но это же невозможно так жить. Разве не хочется какой-то любви, какой-то ласки? Ведь от этого мужчины нет ничего, никакого внимания, никакого цветочка. Неужели так хочется прожить свою жизнь? Я понимаю, что, и она это понимает, что без него канал угаснет. Она одна его не вытянет. И знаете, они паразитируют так друг на друге. Таким способом выезжают. Она позволяет ему не работать, валяться, играться в танчики. Его это устраивает, но всё равно он не может терпеть её возле себя. И таким образом, да, хотя бы словами, но её обидеть. Знаете, наверное, как будто она ему всю жизнь испортила, и он пытается как-то отыграться на ней. Я, кстати, недавно, мне в ютюбе попался мультик. Как же он называется? Моя жена курица, если я не ошибаюсь. И знаете, когда я его смотрела, он очень с глубоким таким смыслом, я сразу вспомнила пиратов. Вот кто не видел, посмотрите. Я думаю, вы со мной согласитесь. Есть альфонсы-мужчины, но своих женщин, которые их обеспечивают, они носят на руках. А здесь, что бы Днина для него ни сделала, отдачи она никогда не увидит. И в таком случае я считаю, что лучше жить, как Инна Судакова одной, чем вот с таким мужчиной. Знаете, я приведу такой пример, даже два примера. У бабушки в доме жила девушка. Я ещё тогда была маленькая, очень красивая девушка. Она вышла замуж и прожила с мужем. У неё муж был военный, они уехали. Его отправили в какую-то часть по распределению. Но прожили они очень мало. Два года она, к сожалению, не могла иметь детей. И он её бросил. Девушка действительно просто красавица. И, к сожалению, так замуж она и не вышла. До сих пор она одна. Ей уже, наверное, где-то лет 50. И она всё равно остаётся просто красавицей. Она очень ухаживает за собой. Ну, во-первых, и должность как бы обязывает. Она работает в администрации. У неё хорошая должность. Но замуж она так и не вышла. Сначала пыталась, да. А потом как-то прошло время. И моя тётя спрашивает. Оксан, ну почему ты не выходишь замуж? У тебя вроде бы ты с парнями встречалась. Она говорит, знаешь что? Я вот посмотрю, посмотрю. А я понимаю, что мне уже хорошо одной. И зачем мне кто-то рядом? Если нет хорошего, лучше не надо никакого. А для развлечения, для отдыха я всегда себе найду. Также хочу рассказать вторую историю. Насколько мы все разные. Я когда работала в аэропорту Домодедово, у меня была начальница. Девушка прекрасная, замечательная красавица. Но разговор как бы не о ней. У неё была одноклассница, которая вышла очень удачно замуж. За бизнесмена, богатого, очень богатого человека. Переехала она в Москву, в свой особняк. Да, и они хорошо общались с моей начальницей. И она пригласила её в гости. Да, приехала. Как бы и начальница как бы неплохо жила. Как бы в доставке. Но, говорит, я такого богатства никогда в жизни не видела. И когда они там у них были посиделки, пришёл муж. Он намного старше был. И, знаете, настолько видно, говорит, что не ценит человека. Небрежно так относится. Сказал ей, так, сегодня ты мне не звони, меня не беспокой. Я буду отдыхать. И ушёл. Начальница спросила, а что значит, он будет отдыхать? Она говорит, он уедет к любовнице, а, возможно, даже и не к одной. Она говорит, и как ты об этом знаешь, и ты это терпишь? Она говорит, а что у меня остаётся? Ты видишь, как я живу? Я могу себе всё позволить. Я могу улететь в любое время в любую страну отдыхать. Я могу позволить себе любого косметолога, любую одежду, любого бренда. И я не хочу от этого отказываться. Понимаете, для кого-то важно жить в золотой клетке, а для кого-то важна свобода, своё собственное достоинство. Так что мы очень все разные. Так что я не представляю людей, которые могут завидовать жизни пиратов. Возможно, у Нины была модель семьи её родителей, и это норма – унижать, оскорблять. И она считает, что так у всех. Я, правда, не знаю, это всего лишь мои догадки, да? Я не знаю, как жили её родители. Но это же ненормально. Но ей кажется, что так живут все. Потому что она не раз говорила в утренних своих влогах, что у вас мужья нищеброды, не работают, бьют вас, оскорбляют. Вы только пишите то, что вам дарят цветочки, за вами ухаживают. Она думает, что это из мира сказок. Так что их можно только пожалеть, но никак не завидовать. Но каждый кузнец своего счастья. Ребят, пишите, что вы думаете. Всем удачи. Пока-пока.